— Так что он от тебя хотел? И какую его тайну ты открыла? Напал на девочку с расспросами навигатор. Но она только отшучивалась. — Много будешь знать, нитки обвешают. Найдя в узелке бабы-яги остатки припасов, Алиса перекусила на скорую руку. Ужин ее успокоил и настроил на героический лад. Залихватски закрутив опустевшую скатерть-самобранку на шее на манер шарфа, девчушка отправилась на поиски Кикиморы самостоятельно. В замке она уже освоилась, да и видела зеленую красотку там, где выход. Воспользовавшись лифтом, девочка оказалась в холле первого этажа, который сегодня уже дважды пересекала. Она направилась в сторону ресепшн, рабочего места Кикиморы, и заметила у одной из многочисленных колонн парня. Его силуэт казался то четким, то расплывчатым, как туман. Алиса протерла глаза, но эффект никуда не делся. Тут незнакомец, который до этого подпиливал ногти и наблюдал за секретаршей, увидел гостью и подозвал к себе. — Видишь, злится! — зашептал он. — Прям закипит скоро! — Ага! — кивнула девочка. — Зеленой зависти накопилось в ней столько, что вот-вот взорвется, — сообщил собеседник. — Вчерашний бал, конечно, сильно ее подкосил. — Какой бал? — не поняла девчушка. — Крусал! — уточнил парень. — Она, конечно, его не видела, и водяной воду хорошо мутит, и отец ее с работы не отпустил. Но она же знает! — Отец? Ты сын Кощей? — удивилась маленькая исследовательница. — Да, от первого брака. И я морг. — представился юноша. — А я... — рассеянно попыталась назваться Алиса. — Знаю, знаю! — отмахнулся сын хозяина замка. — Смотри! — он кивнул в сторону Китиморы. — Сейчас она позвонит отцу, скажет, что заболела и не может работать. — Подожди, у бессмертного есть дети? — Никак не могла взять в толк девочка. — Хм! — усмехнулся парень. — Ты удивишься, когда узнаешь, сколько. Нас шестеро. Два брата, я и Мор. Да и четыре сестры. Жели кручином мста и обида. А еще вот другие есть. Слышала про Морану. Это наша мать. Она очень красивая и сильная. Ее все боятся настолько, что по весне на Масленицу сжигают чучело. Алиса в растерянности переводила глаза с парня на Китимору, переваривая услышанное. Морок же был весь увлечен наблюдением за секретаршей отца. У Морочка потом отправится к себе на болото и уже оттуда вызовет дождь Бога, солнышко наше. Это ее любовь безответная. Тот явится, он всегда приходит, вроде как жалеет ее. И все, считай, дело сделано. — Какое дело? — Не поняла Алиса. — Тссс! Морок прижал палец к губам и стал растворяться. Наша героиня тоже решила ретироваться за колонну. Секретарша взяла со стола блюдца с яблочком, набрала номер, дождалась ответа и сказала. — Клащи, Трепетович, я приболела, мне домой нужно. Потом, видимо, услышав трубки одобрения, добавила. — Спасибо, постараюсь, до свидания. Завершив разговор, Кикимора швырнула яблокофон в сумочку и стремительно направилась к выходу из замка, так и не заметив наблюдателей. — Я же говорил, — радостно сообщил вновь уплотнившийся парень. — Скорей за ней. И они бросились вдогонку. Зеленая красотка сразу стремнула в сторону от фермы в лес. Преследователи шли той же тропкой, но только сильно отставали, чтобы она их не заметила. — Какое дело? — повторила свой вопрос девочка. — Ну как? — удивился Морок ее недогатливости. — Встреча с дождьбогом станет последней каплей зеленой зависти. Типа у всех любовь морковь, а она одна. И у Морочка загорится. — Алиса, знаешь, как торфяники горят. Вот и она чадить, дымить будет, потом прогорит и полыхнет болотным светом. — И все? — осторожно спросила Алиса. — Да, только уследить за ним надо. Не отрывая взгляда от секретарша, ответил парень. — За кем? — не поняла юная путешественница. — Не за кем, а зачем? За светом! — пояснил сын Кощея. — Я не об этом. А что с текимурой? Ее больше не будет? — уточнила Алиса. — Почему не будет-то? К утру проспится, в себя придет, крема там всякие, примочки. Тебе лучше знать. — улыбнулся юноша и стал очень похож на отца. — Накрасится, да к попульке на работу. Остановившись у самой кромки болота, парень сообщил. — Дальше не пойдем. Жижа будет шумно хлепать под ногами. Они стали вглядываться в темноту, посеребренную светом луны. Секретарша бессмертного передвигалась по болоту, как по асфальту. Потом наступила ногой на какую-то корягу, и поверхность воды стала сдвигаться, открывая лестницу, ведущую вниз и освещенную зеленым светом. — Домой пришла, — прокомментировал Морок. Киким распустилась вниз, люк закрылся, на болоте установилась первозданная тишина. Тут только девочка заметила, что комары в сказочном мире точно такие же злющие, как и везде. — Теперь надо ждать, когда дождьбок прибудет, — сообщил юноша. — А он кто? — поинтересовалась Алиса. — Огонь страсти! — хихикнул сын бессмертного. — Еще молнии Перуна поджигает. Это его папашка. Хотя там темные истории. — Заговорщически подмигнул Морок. — Расскажи, — попросила наша героиня. — В его мамку, Малонью, был влюблен Велес. — Охотно начал парень. — Мужик он крепкий, сильный, но недалекий. Представляешь, одевается в шкуру медвежью, — покачал головой рассказчик. Короче, так сильно Велес страдал от любви, что украл Малонью у супруга законного. Тот, конечно, искать кинулся, разгромыхался на всю Ивановскую. В общем, нашел. А через какое-то время у нее ребеночек родился. А кто папа, непонятно. Ни на Перуна, ни на Велеса не похож. — А если даже Бог в этот раз не захочет приходить? — засомневалась девчушка. — Явится. Он же типа добренький. — язвительно заметил сын Кощея. — Тебе как будто это не нравится, — насмешливо уточнила Алиса. — Конечно, не нравится, — огрызнулся парень. — Он же изображает, что добро делает, а на самом деле просто голову ей морочит. А морок я. Перестал бы с ней совсем общаться, она бы не надеялась. — Может, кого другого влюбился. Смотри. Парень кивнул в противоположную от них сторону. — Вон, явился. Солнечное сердце. Даже через густой лес был виден яркий факел высотой в человеческий рост, приближавшийся с каждой секундой, словно лесной пожар. Но когда он оказался рядом со вновь открывшимся люком, то огонь почти погас, а светящийся силуэт стал похож на пылающий уголек. Дождь бог спустился внутрь, оставив вход открытым. — Все, сейчас начнется, — сообщил морок. И действительно, почти сразу из открытого люка пошел дым. Сначала тонкой струйкой, а потом сильнее, сильнее, и вот уже густой столб вырывается из-под болотья. — Теперь главное не проспать, не пропустить момент, когда прогорит и полыхнет болотным светом, — заметил юноша. — Я вовсе спать не хочу, — бодро подумала Алиса. — Сейчас поймаю еще один ингредиент, пойду в замок. Потом клубок покажет дорогу вырыть. Там яблоки. И все. Обратно к еге. Только сапоги найду и... — Не спи, не спи, вот, смотри! — прошептал сын Кощея, тормоша задремавшую девчушку. Из люка поднялся шар зеленого света. Повисев немного на месте, он стал двигаться в сторону. — Скорей за ним! — проговорил морок и потянул девочку за собой. Они поспешно обогнули болото наперевес двигавшемуся свету. Когда настигли его, юноша схватил узелок бабы-яги, который в тот момент все еще выполнял роль шарфа на шее Алисы. Но накидывать его на зеленый фонарь не спешил. Молодые люди двигались вслед за болотным светом от куста к кусту, от дерева к дереву, а парень только приговаривал. «Сейчас, сейчас!» Когда девчушка нетерпеливо прошептала. «Улови же скорей, а то упустим!» Он ответил. «Нужно дать ему остановиться!» «Зачем?» — удивилась девочка. «Он покажет, где зарыт клад!» Ответил сын Кощея, не отрывая взгляда от шара, который, наконец-то, завис на одном месте прямо над папоротником. Морок, используя скатерть-самобранку как сачок, поймал его и стал завязывать. «А что, папулю денег не дает?» — съязвила Алиса. «Если ты не заметила, то я уже не мальчик», — обиделся собеседник. «И мне не гоже жить за счет родителя. Да и что он дает? Так, на карманные расходы. А я хочу свое дело начать!» «Какое?» — хитро улыбнулась собеседница. «Не знаю!» — возмутился парень. «Еще не придумал. Вот откопаю клад, посмотрю, сколько там, и сразу решу. Может, шоу-бизнесом займусь или фокусы начну показывать. Я, знаешь, как умею, Копперфильду не снилось. И вообще, что ты ко мне пристала? Вот тебе болотный свет и топай по своим делам!» Он сунул ей в руки узелок, достал из-за пазухи собочек, отвернулся и стал копать. «Ну, пожалуйста!» — пожала плечами девочка, направившись в сторону замка. Благо, тропка была натоптана, а в руках у нее ярко светилась зеленым скатерть-самобранка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!